Долой грязь и вирусы. Многоэтапная обработка автобусов в этом автопарке началась накануне поздно вечером после завершения рейсов и продолжилась на рассвете. Сначала подвижной состав прошел через щеточную моечную установку, далее за дело принялась спецбригада. Куда руки касаются, все вот это вот и надо обрабатывать. На дезинфекцию салона время не ограничивают, важно, чтобы без внимания не осталась ни одна поверхность. Орошают поручни, спинки кресел, пол, двери, терминалы. Напомним, в парке перевозчика свыше 400 единиц общественного транспорта. Сегодня почти все салоны автобусов снабжены рециркуляторами воздуха, которые функционируют на протяжении всех поездок. За предстоящую смену через этот салон пройдут сотни пассажиров. Их безопасность задача номер один. У нас есть понимание, что это все направлено на снижение рисков, на то, чтобы предупредить какой-то, возможно, вред здоровью наших пассажиров. И эти меры, они будут проводиться и дальше, пока нам вот санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволит как-то наш подход изменить. С первых дней пандемии транспортные предприятия города начали борьбу с распространением инфекции. Только на дезинфекцию салонов автобусов каждый месяц расходуют около 100 литров хлорсодержащего раствора и перекиси водорода. Раствор одобрен Роспотребнадзором, рекомендованный. Уже на протяжении всего времени, пока идет пандемия, мы им обрабатываем. Никаких жалоб абсолютно ни у личного состава, ни у пассажиров не вызывало. Необходимость особого отношения к чистоте общественного транспорта понимают и самарцы. Самое главное, чтобы было чистое. Сейчас такие вирусы, микробы, то есть и люди все не особо здоровые. Поэтому очень важно, конечно, мы все следим за своим здоровьем. Вообще-то салон должен чистый, даже влажная уборка. Тем более сейчас в связи с этим, с пандемией, вроде бы, все обрабатывали. Исполнение транспортными предприятиями санитарных требований контролируют сотрудники городской администрации. Такой усиленный режим будет сохраняться до конца пандемии. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.